поздно уже понедельник восьмой час вечера но я все равно буду снимать распаковку сейчас я вас поставлю вот сюда пришла гитара которые как я в прошлом видео сказал наверное одна из самых они одна из-за самая крутая всех которые у меня были и даже учитывая то что музыкант не самый мой там любимый гитаристом и тогда сразу видите не буду вам показывать адресную наклейку я вообще не уникана не показывают тут тут прям адрес и имя от кого гитара инициалы первая первая буква r и к арка от арка роберт кеннеди ну сейчас сейчас мы с вами откроем а у жены день рождения еще сверху там девок целая куча сидит это распаковку и даже им когда сказал не вижу это за гитара я рассказал от кого сего даже они ну вообще не металлически ну вообще от слова совсем таки у покажешь давай это самое распаковку поэтому если даже подружки жены так знают что за гитара да то я уверен что и вам будет интересная сюда пришел за картой надо карту в камеру коробка кстати такая не самая поэтому я переживаю застряла эта гитара месяц чуть далековато вас поставил больше месяца она ко мне ехала застряла на таможне как они мне парили мозги на таможне пишут мне надо чем надо на американская таможня надо чтобы ты запомнил форму этого они говорят пиши дерево которое используется в гитаре но это легко да здесь используется ольха и палисандр топа по моему нет точно ольха я знаю точно гриф ольха дека ну и палисандр или черное дерево ну а сейчас увидим так вот и они пишут я написал сюда там ольха палисандр типа отправил все откуда я ее купил там тыры-пыры присылать назад имейл говорит типа сорян но надо еще чтоб ты написал название ольхи и палисандра именно вот эти вот научные названия ну то есть там что-то там оно ляпи струбецкой там вот эти вот названия такие которые цветочные начал я гуглить там да также надо загуглить чтоб не взначай бразильский палисандр нигде не это самое не увидеть научное название потому что это как раз вот это все вот это все что происходит это это как раз то из-за палисандра так подождите я смотрю видите тут даже мое имя написано типа кому эта гитара я почему почему я смотрю что написано на кафре и почему я так сейчас заострил свое внимание и я рад что они ее имя сюда прилепили потому что ну начну я открывать немножко да приоткрывать занавесу кто что это за гитары так далее ну понятно так как я это видео назвал самая крутая которая гитара у меня была или есть она не может быть не ESP я вообще ESP считаю самыми крутыми гитарами вообще то есть 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 да гитары ESP которые там мне допустим может и не нравятся там есть которые нравятся но заколдованная страна упала только у вас увидел только потому что я знаю вот сколько гитар которые бы вот взять 10 моих самых 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 гитар 5 из них как минимум были бы марки ESP да это там же и те же Explorer ESP то есть если говорить про Explorer любой Explorer сейчас ты покупаешь Explorer Gibson только потому что у тебя нет возможности купить Explorer ESP да ну MX Metallica Explorer так же как и M то есть вот эти вот M такая форма это да ну можно взять еще Jackson но вообще ты берешь ESP M серии там M1, M2i и так далее эта гитара не M и не Explorer но это ESP и эта гитара вы сейчас увидите форму этой гитары эта гитара как раз вот была сделана первой то есть все остальное что вы видите все остальные гитары которые вы сейчас и многие из вас там скорее всего эти гитары хотят вы хотите такую гитару даже не ESP вы даже хотите такую гитару LTD 600 но ее тоже найти сейчас не очень так легко а это это даже не ESP signature это ESP которая положила начало всем 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 вот тем гитарам и LTD и ESP и E2 и все которые пошли потому что эта гитара была сделана именно для этого музыканта чуть ли не как ну это не прототипом потому что там были другие уже гитары этой формы поэтому была сделана как бы прототипом вот именно вот этого не покраски даже сказать а финишовки вот этой гитары это сделано было на токаде а мы все с вами знаем тех кто в ESP гитарах разбирается что в токаде делают это кастом шапп там можно и обычную гитару с кастом шаппа купить но это чуть-чуть выше на уровень чем кизо и там делают гитары музыкантам то есть я это понял когда джефф Хэннеман жена джеффа Хэннемана продавала гитары после его смерти все его гитары были токадо то есть серийный номер T и они чуть-чуть отличались от серийных то есть там было немножко больше добавок давайте ладно не буду сильно сильно тянуть но почему я открываю сегодня в день рождения по темноте потому что ну ждать ждать здесь мне конечно незачем это погнали тут что-то была наклейка но он содрал оставил оставил с этой стороны наклейку но я вам пока не буду показывать а то там все объяснено но вы сейчас сами увидите потом покажу вы увидите гитару и так блин я что еще переживаю потому что они все продавались по одной и той же цене было четыре ладно вы уже тех кто смотрели мои видео или там знаете реверб знаете да там пять гитар было такой же самой серии то есть четыре были signature серии ну его тоже личные гитары которыми он использовал на которых он играл там и так далее и была одна такада ну как я знаю что это такада уже да потому что у меня есть сертификат HZK сделан самый простенький ну опять же здесь ничего не имеет значения серийный номер начинается с T так подожди а 12 я привык я привык по-американски смотри думаю что здесь написано декабрь 9 декабря да это ж он же из Европы Ричард он кстати сам гитару целовал его адрес на на коробке здесь нет ESP если заметили то есть E2 это его вторая гитара в строю E какие-то другие наклейки оставшиеся там приматывалось видно что это такое какие же он использует эти что это за топ локи такие вы такие знаете я такие топ локи не знаю в смысле не топ локи а страпоны эти ключик и все ну все равно что это за страпоны напишите мне я такие первый раз вижу ну это понятно это гитара с которой Ричард Круспи выступал на сцене записывал песни не самая легкая гитара но видите она за зачесанная уже вон там это стикеры эти все зачесанные тут видите написано Custom Shop на всех четырех остальных гитарах не было написано ESP Custom Shop было просто написано Signature Series а мы все знаем да что вот этот кругляшок где написано ESP Custom Shop это это знак качества очень и очень сильный видите вот эти штуки они как пыльные но это не пыль они там на постоянке то есть чуть-чуть по-другому сделаны вот я сравниваю с моей ESP Signature серии тоже разы К2 которая ну которая Гарри Холтер это это немножко лучше сделано прочнее и все такое даже вот все вот эти вот что это болт какой-то торчит вот я сделаю видос для сравнения насколько они по-разному вот эта бумага жженая на ней выглядит на этой вот как бы видно что она красная была да а потом просто бумагу на нее нацепили подожгли здесь инкрустация другая RZK1 также RZK1 также RZK1 выцарапана на этом на всех остальных стоит ESP железный логотип вот этот квадратами здесь нету потому что это ну это гитара на ней он переставил звучки что вот это тут какая-то дичь мне сломалась крышечка наверно потому что изолентой закрыта вот это вот надо будет разобрать посмотреть что вот это такое это какая-то а это подзарядка это подзарядка это подзарядка этих фишменов у него здесь EMG стояли на на гитарах которые вы будете покупать допустим там ESP E2 и так далее будет стоять EMG красные его подписные но вот последнее время на фишмены перешел последние пару лет поэтому здесь стоят фишмены почему он продал все свои RZK1 то есть у него уже нет вот этих сгоревших RZK1 он продал вроде бы как все ну 5 гитар у него было 4 стандарта и вот эта токада его мама мама всех всех его ESP здесь добавленные добавленные коцки которые уже его ну видно с концерта ну хотя тут толком и ничего я смотрю вот я сделаю видео покажу вам насколько здесь качественнее сделана вот эта вот паленая вся штука чем на моей ESP у меня не E2 у меня ESP но только Signature серия и а блин не положил засранец это это не положил ручку для машинки ну то ладно это вот другая вообще то есть какая-то ну видно что за мац она такая знаете как за винтажный металл такой если честно я не знал что здесь идет прозрачный пик гард нафига он здесь он ничего не держит не на этот звукосниматель держит ну он бы мог и не держать то есть зачем он здесь надо ну то ладно то не болт то просто застыла так краска таким выступом так ну ладно сблизи я вам показал самая крутая гитара из всех которые у меня были только потому что это эта гитара это мама всех Арзака 1 то есть это то что Ричард Круспи сделал себе выступал с ней мы все на эту гитару насмотрелись подумали что она супер крутая и по нашему так сказать требованию ESP выпустила целую серийку таких гитар но уже их не выпускают Арзака 1 уже нету по-моему только Арзака 2 выпуска хотя это не точно и понятно такада это я не знаю что это значит Е2 если там есть Е1 такада или это просто ну Е2 это это а первая гитара у него в Е она там Арзака 1 в смысле Арзака 2 или это другая совсем модель у него а это его номер 2 гитара которую он брал ладно давайте пойдем подключим тут чуть-чуть компьютера вам видно будет просто потому что я скидываю скидываю все файлы а понял я почему он не положил ручку во первых она тут никогда не была я сейчас пытаюсь ее сюда прикрутить она ну идет видно что сюда ручками когда уже никто последнее время не прикручивал а потом я беру и она здесь ничего толком не делает потому что тут он за это самое за столбленный Флойд причем конкретно здесь деревяшка какая-то еще подложена там еще что-то подложено он просто назад уже не идет видно что он играет без машинки на этой играл на этой гитаре без машинки но ему нравится флойд роз как слепкнота миг томпсон у него что же стоит типа флой но там специально по нему сделано здесь флойд заблоченный ровно-ровно заблоченный то есть вот как он должен в самом в самом лучшем его варианте стоять да но он так заблоченный то есть он там смысле на нырки он то скорее всего может быть настроена кстати никто струны не послаблял отсылал ее не те не техник никто потому что у меня адрес ричарда на коробке нарисованный его имя и он мне лично писал когда просили эти таможенные там дела все проходить ну проходит 88 проходит но единичка я уже точно уверен что ну подымать будет сильно то есть низко настроенная на ней написано е2 е2 то есть 2 номер 2 в строе это я так обычно воспринимал меня на несколько гитарах есть это гири холд но у него было написано это b1 то есть b1 это первое в первое в б еще батарейки может не быть в е е б то есть е б это я знаю что она в е было просто что чуть-чуть расстроилась тут батарейки скорее всего плохая не шута шута было ну обзор на гитару понятно будет отдельно вы понимаете да но он на ней видно не играл в последнее время в последнем туре точно ее скорее всего не было но он там уже доставал какую-то rzk 3 такая на на феникса испишного ну или на как она называется в гипсоновском варианте фарбер esp фениксом называют они фарбер на такую-то же смесь это одна из самых таких оригинальных там у него были черные они на по-моему черная и серая была первая потом уже вот эти горящие появились когда когда концерты пошли совсем крутые совсем много огней то не не хочу играть рифы чтобы на это видео как его гнев ютюбский ненагонял я кстати как только купил эту гитару полезешь по фоткам смотреть но у меня еще не было этом на одну там открыл фотку только что купленная за открыл суп ее найти и там начал как думать смотреть там по точечкам они все индивидуальные эти гитары то есть нет как как отпечаток пальцев все они будут отличаться а потом ночью я парюсь одна единственная без без и спи вот этой железного логотипа не то что он здесь от палубу просто здесь и не было наверно ну потому что это прототип это так а да сначала сделали ему думали может не будут делать больше а единственную такую сделают для кого-то там и чувака из рамштайн а он оказался супер знаменитый да и и потом решили сюда будем делать гитары его подписные но так чтобы чтобы бренд от этого не страдал надо надо логотип делать на них поэтому все сейчас даже если посмотреть и спи развитие эту гитару мы с вами посмотрим что я еще сам не понял толком нашу я смотрю поэтому можем и на кое-что другое посмотреть это едва едва кстати едва они вообще не сделаны вот так обожженности у них не так сделаны них они заканчиваются вот прям на на краешке а здесь же они заходят прям прям вот сюда то есть вся она как бы обгорелая такая сзади понятно нет ну чтобы ничего они 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 тут такие знаете местами но на этой лучше на вот на холтовской там они прям вот они прям выступают и могут цепляться за одежду там и так далее металла и сперзи кей какой-то переезд от вот это и я спешка это не едва эти цена 8000 вот еще одна тоже тоже вторая но тоже не это почти почти как вот это по цене ну там плюс правда мне надо было еще заплатить кучу целую там важных не важных вот этого всего дела там еще и налить на ревербе там налоги и импортные вы импортных как называть дела все нету здесь я набрал есть первый язык и только вот едва есть за три тысячи волос вегасе но на витте они вот это и даже моя у то есть пьянь они как-то сделаны вот меньше вот это их обожженность не сравнили с этой просто посмотрите насколько она тут вид нашего ноги как обожженных было а здесь вот и даже вот эти полосочки почему я на то и внимание так не обратил шоу китара сама по себе красная а потом на нее бумагу наклеили и сожгли да а тут тоже нет и спи а потому что не спи так уж это едва поэтому они едва сюда написали всего больше нету него было в магазине но там четыре штуки других ас было именно signature серии то есть его подписные которые продают он просто ведь мне надо там эту гитару не сильно за нашивать дайте мне там еще пару-тройку практически не слышно это чистый а то просто уже батарейка скорее всего батарейка скорее всего уже отходит сделан на изоленте на соплях держится это батарейка надо будет прочистить и и и И да изменить его как-то Переделал под какой-то песняры, да? Ну что, звучит прям как на альбоме. Ну, пишите, пишите, согласны вы или нет с моим предположением, что это самая крутая гитара из всех, которые у меня есть сейчас. И опять же, это не потому, что это даже RZK, хотя фанаты RZK, понятно, они мне и про тур рассказали уже, что мол, типа у тебя гитара не Холта, у тебя гитара Круспи. Я говорю, так на ней Холт играл. Какая хренрая. Все равно Круспи типа круче, чем Холт. Ну, да может быть для кого-то. Оно и так. Ну, я считаю, я считаю, что это лучшая, особенно крутейшая, может не лучшая, тут мы еще поняли, смотря для чего, смотря как и куда. Ну, крутейшая гитара из всех, которые у меня когда-либо были. До следующего видео.